И более детально о ситуации и в Харьковской области, и в самом Харькове поговорим с советником главы Харьковского областного совета Натальей Поповой. Она с нами в прямом эфире. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Наталья, расскажите, пожалуйста, какие последствия сегодняшних ударов российских войск по областному центру? Ну, 8 ракет было выпущено с утра, это полдевятого. Основные удары пришлись по промышленной зоне. К счастью, среди гражданского населения у нас нет пострадавших. Это предварительные данные, но вот на вечер они, в принципе, не изменились. Что касается тех обломков, которые упали, как вы видите, во дворы, здесь фотографии, которые опубликовали наши службы, то там, к счастью, также обошлось без пострадавших и без погибших. Они продолжают наносить удары, россияне, они пытаются запугать местное население. В принципе, абсолютно бесполезная трата металла. И, к сожалению, единственное, что нам придется делать, это восстанавливать и жилищный фонд в целом, это, в принципе, за все это время, и промышленные зоны, которые расисты просто нам уничтожили. Наталья, уточните, пожалуйста, вот эти обстрелы, это удары по одному и тому же району или каждый день эти прилеты в разных районах города? Сегодня, по данным, которые озвучил мэр, удары пришли по трём районам Харькова. В принципе, каждый день, если брать периодичность, каждый раз это новые места, и они никак не взаимосвязаны между собой. То есть, сугубо стратегия запугивания, попытки, наверное, выжигать какую-то землю. Но они понимают, что в город не зайдут по земле, поэтому... И, как мы видим, в очередной раз это жилой дом, многоэтажка, квартиры, никаких военных объектов. Главное, не долетело. Да. Ну, мы понимаем, что российская армия обстреливает также ещё и приграничные населённые пункты Харьковской области и из танков, и миномётов, и ствольной реактивной артиллерии. Расскажите, пожалуйста, какие сёла сейчас больше всего страдают от этих вражеских ударов? И есть ли там человеческие потери среди мирного населения? Ну, в целом, наверное, мы можем брать даже не отдельные сёла, а целый Купенский район. То есть, вот Купенск, Купенск, Узловая и всё, что пошло дальше по Купенскому району, это самое большое количество раненых гражданских, которых мы имеем. Потому что, к сожалению, эти территории расисты продолжают накрывать и из артиллерии, и из РСЗО. Поэтому там и осколочные ранения, и, в принципе, раз в несколько дней у нас даже есть погибшие гражданские. По максимуму всех, кто хотел, военная администрация уже вывезла и эвакуировала. Те же гражданские, которые остаются на местах, их, в принципе, просят соблюдать хоть какие-то, возможно, меры личной безопасности и без лишней причины не перемещаться по улицам. Потому что удары по Купенскому району наносятся рандомно. Наталья, уже прошло больше месяца после того, как был освобожден, деоккупирован город Изюм. Расскажите, пожалуйста, какая там обстановка и какая гуманитарная ситуация также в Волчанске? По Изюму. В принципе, мы наблюдаем, что по данным мэрии сегодня разговаривала, до 5 тысяч населения за этот месяц вернулось обратно. Сейчас они озвучивают цифру, что в городе находится порядка 20 тысяч человек. Город был полностью отрезан от коммуникации, но у нас есть положительные новости. Наконец-то подали уже 10 тысяч абонентов, то есть половину города по факту, электроэнергию. Сейчас там есть электроэнергия, в принципе, районы пересекаются, подается газ, также появляется вода, мобильная связь появилась, но, к сожалению, она перекрывает не всю территорию района и города, точечно, но, в принципе, уже можем стабильно общаться с районом. Развернули мобильный госпиталь, там местное население Изюма получает помощь и им выдают медикаменты. Также работает больница, запустилась экстренная помощь. То есть город понемногу приходит в себя и для этого прикладываются все возможные усилия. Также работают ГСЧС, они пытаются по максимуму, как можно быстрее проверить территории и обезвредить все снаряды, которые остались после оккупации. Приоритетом являются инфраструктурные объекты, ну а также горячие вызовы, когда жители у себя во дворе находят снаряды, их срочно надо вывезти. Далее, ну сегодня мы видим, как российская армия обстреливает дронами и Киев, и Николаев, и Харьков тот же. Расскажите, пожалуйста, на деоккупированных территориях сейчас какая обстановка и подготовка, возможно, к отопительному сезону? И будет ли он на этих территориях? По каждому району деоккупированному нужно говорить отдельно, то есть по Балаклее, там более положительная динамика, по Изюму, насколько мне известно, это конец этой недели, начало следующей, должны провести пусконаладочные работы, это для многоэтажных, многоквартирных домов, 60 домов в городе, и уже после этих пусковых работ мы поймем, какое количество людей будет с отоплением. Что касается частных домов, там газ, электрика, то есть там люди достаточно спокойно должны пережить зиму, плюс местная администрация принимает заявки на дрова, это по территории всей Харьковской области, по деоккупированным территориям, и исходя из этих заявок, военная администрация будет доставлять дрова для того, чтобы люди, насколько это возможно, комфортно, вошли в зиму и ее пережили. Что касается Купенского, Купенского, Волчанского, то, конечно, ситуация тяжелее, районы обстреливаются регулярно, это касается и гуманитарной ситуации, потому что туда меньше даже волонтеров можно доехать, то есть сюда доезжает только поточная гуманитарная помощь от администрации, но в целом ситуация на контроле. Знаете, вы так часто вспоминаете Купенск, и вспоминается фраза, которая звучала еще на территории оккупированной, когда был Купенск под оккупацией, когда кричали, что Купенск и Россия это одно целое, и Россия там навсегда. Сегодня России там нет, она теперь обстреливает этот город. Вы сказали, что сейчас в эти города возвращается электроэнергия, мобильная связь. Что происходит с телевидением украинским? Появляется ли у людей доступ к информации? Понимают ли они, что сейчас происходит вокруг них, особенно после 5-6 месяцев оккупации города? Сегодня вот говорила именно по этому вопросу, как раз с Изюмом. К сожалению, радио пока еще не появилось, но в ближайшие дни должны приехать телевизионщики и провести определенные работы, чтобы телевидение вернулось на те территории. Но с учетом того, что часть города уже перекрывается 3G, 4G разных операторов, то люди имеют доступ к информации, к прямой трансляции на телефонах. И благодаря тому, что появилась электроэнергия, в принципе, тоже становится достаточно доступным. Будем стараться как можно быстрее все исправить. Наталья, спасибо вам большое за ваши комментарии. Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета, была с нами в прямом эфире.